Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас торговая сессия вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по индексу цен производителей Канады в 12.30 по GMT. Далее в 17.00 по GMT выступление двух чиновников американского регулятора Дели и Куб. Я практически уверен в том, что и эти представители ФРС будут придерживаться ястребиной риторики. Того, что американскому регулятору следует сохранить статус-кво, не стоит торопиться с изменением ключевой процентной ставки, нужно получить как можно больше фундаментальных макроэкономических отчетов, которые будут свидетельствовать о замедлении инфляции. А до этих пор ставка должна остаться высокой на прежнем уровне 5,5%. Ну, оба этих чиновника американского регулятора не обладают правом голоса во время голосования по ключевой процентной ставке, поэтому влияние, наверное, этих заявлений будет сегодня минимальным. Индекс доллара сейчас торгуется на уровне 104.33. Я по-прежнему считаю, что доллар сейчас крайне недооценен, учитывая тот фундаментальный фон, который тянется даже с прошлой недели. Это исключительно истребиные комментарии представителей ФРС. Мы делали большой акцент даже на голосующих членов американского регулятора. Это сильная макроэкономическая статистика, в частности, данные по индексам активности в промышленном секторе, в сфере услуг. В пятницу еще вышел отчет по заказам товара длительного пользования. Ну, почему-то роста дальнейшего выше 105 пунктов пока не последовало. Допускаю то, что рынку нужны дополнительные драйверы и катализаторы. Этими драйверами и катализаторами могут стать данные по ВВП и индексу расходов наличного потребления. Эту статистику мы ожидаем, друзья, в этот четверг. Может быть, даже наибольший акцент стоит сделать на индексы расходов наличного потребления, потому что это один из наиболее предпочтительных индикаторов для американского регулятора в оценке текущей ситуации с инфляцией. Я думаю, что могут быть сюрпризы в статистике и может быть увеличение показателя по сравнению с тем значением, которое было два месяца назад. Поэтому рост индекса расходов наличного потребления еще раз потенциально напомнит трейдерам, что инфляционные риски в американской экономике остаются повышены. И именно поэтому американский регулятор по-прежнему откладывает решения по смягчению национальной монетарной политики. Инструмент FedWatch Tool сейчас оценивает вероятность снижения ставки в июне в 44,9%. Это ниже, чем было неделю назад. И я думаю, что когда выйдут данные по ВВП и индексу расходов наличного потребления, этот фактический показатель станет еще ниже. Доходность американских облигаций стабильна, 4,46%. Сейчас показатель доходности. Ничего не меняется, в принципе, с конца прошлой недели. И я думаю, что картина действительно останется такой до выхода этих данных, которые были озвучены. Поэтому, скорее всего, мы будем наблюдать за локальной проторговкой индекса доллара и потенциально можем получить убедительный сигнал для роста к концу этой недели. Золото 2350 долларов за тройскую функцию. Пока я ориентируюсь на сенсимент, но он не подает убедительных либо стоящих интересных сигналов по позиционированию трейдеров. Примерно баланс между покупателями и продавцами. И он, в том числе, связан с тем, что нужны дополнительные драйверы и триггеры. Надеюсь, то, что под конец этой недели, когда выйдет американская статистика, все-таки перекос между покупателями и продавцами станет более выраженным. И мы сможем сделать акцент на конкретную сделку, может быть, рассмотрим возможности шартовых позиций. Но об этом я, разумеется, расскажу позже. Американский фондовый рынок S&P 500 – 5328 пунктов. Рост продолжается, коррекция была непродолжительной. И это еще раз доказывает то, что тренд исключительно бычь американской фондовой секции. Здесь нужно держать длинные позиции и ориентироваться на нашу долгосрочную цель – 5500 пунктов. Биткоин, друзья, 68 тысяч. Но как часто за последние дни мы тестировали сопротивление 70 тысяч. То, что накатывает постоянно рынок на данный уровень сопротивления, вот с такой частотой, доказывает то, что какой-то следующий пробой может уже казаться финальным, успешным. И, соответственно, биткоин получит дальнейший импульс для продолжения роста и уверенно уже закрепится выше 70 тысяч. Как вы знаете, эйфория на рынке криптовалют сейчас обусловлена ожиданием полноценного запуска ETF-фондов на основе эфириума. Биткоину тоже сейчас перепадает в плане инвесторского интереса. Мы видим повышенный спрос со стороны инвестиционалов. Достаточно прогнозировать динамику притока инвесторского капитала. И сейчас он сопоставим с масштабами, когда вообще были запущены биткоин ETF. На этом, скорее всего, рынок криптовалют будет и дальше пухнуть, поэтому ожидаем уверенного закрепления этого инструмента выше 70 тысяч. Евро против доллара 1,0878. Причина роста европейской валюты – это исключительно слабость локально-американского доллара. Фундаментальный фонд по Европе исключительно слабый. В частности, последний отчет по бизнес-оптимизму IFO 89,3 прогноза 94. Из комментариев представителей Европейского Центрального банка стоит отметить комментарии управляющего банка Финляндии Рена, который дал понять, что тренд ослабления инфляционного давления настолько устойчивый, что Европейскому Центральному банку у него просто не остается вариантов, кроме как смягчить экономическую политику и снизить ставку в июне. Главный экономист Европейского Центрального банка Филипп Лейн придерживается точно такой же точки зрения, хотя Лейн уже давно анонсировал то, что ИЦБ снизит процентную ставку в июне. Это произойдет уже, по сути, через две недели. Если бы не локальная слабость доллара, мы бы уже точно наблюдали за развитием нисходящего тренда по евро. Европейская валюта в текущих условиях крайне перекуплена, но не забывайте, что между индексом доллара и парой евро-доллар очень высокая корреляция, поэтому не нужно одновременно держать два инструмента в портфеле. Выберите какой-то один. Доллар и иена 156.60. Сегодня пара снижается. В целом тренд, я думаю, уже будет только лишь нисходящий. Банк Японии, Минфин, как могли, намекнули нам, чтобы не следят за валютным курсом и не допустят дальнейшего чрезмерного ослабления национальной валюты. Тем более, что Хайбизнес дал понять, что очень страдает от роста стоимости импорта. Я думаю, что в рамках этой недели мы приблизимся в район поддержки 155 егг за доллар и впоследствии уже пойдем к уровню 150. Рынок нефти 83 доллара за баррель. Сантимент толпа по прежнему в длинных позициях, поэтому разворот по нефтянке может произойти в любой момент. Ждем заседания ОПЕК. Оно состоится на этих выходных. Уверен то, что страны ОПЕК, участники технического пакта воздержатся от дополнительных сокращений по добыче. И если будут еще и признаки того, что, как я ранее отмечал, многие страны уже недовольны тем, что приходится беспрекословно соблюдать все ограничения по уровню добычи и экспортным поставкам, это может быть сигналом потенциального будущего роста предложения на глобальном рынке, что мы попробуем тут же использовать для того, чтобы надавить на бренд и обеспечить условия для снижения этого инструмента в район поддержки 80 долларов за баррель. Это как раз наш ближайший целевой ориентир. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!